Три дня до выборов в США. Разрыв между кандидатами сокращается, а интрига нарастает. Теперь Трамп всего на 2% уступает Клинтон. Эксцентричный миллиардер резко сократил отставание от своей соперницы. Это данные самых свежих опросов американцев. С 1 по 3 ноября по заказу телекомпании Fox News провели общенациональный опрос. Он-то и показал, что за Трампа готовы проголосовать 43% американцев, в то время как Клинтон поддерживает 45%. Остатки голосов достались кандидатам опыт Либертарианской партии и Партии Зеленых. Да-да, в выборах США принимает участие целых 6 кандидатов. Но, конечно, основное сражение развернется между тяжеловесами Трампом и Клинтоном. Еще несколько недель назад Клинтон лидировала намного увереннее. В середине октября ее отрыв от Трампа достигал 6%, а не 2%, как сейчас. Более того, когда респондентам предложили выбрать не из всех кандидатов, а только из 2%, Клинтон опередила Трампа всего на 1%. То есть разрыв минимален. Видимо, все решится в самый последний день. Эксперты уверены, случай беспрецедентный. Ведь ранее соперничество демократов и республиканцев нашило лишь косметический характер. В этом уверен публицист Евгений Бень. Он также отметил, что выборы президента Америки сейчас максимально интересны. Действительно, значит, беспрецедентный характер. Противостояние очень жесткое. Гонка, по сравнению со всеми другими, можно так сказать, она наиболее грязная. Были предприняты всевозможные провокационные способы давления на электорат. Американская пресса уверена, рейтинг госпожи Клинтон начал падать после того, как ФБР возобновила разбирательство по ее делу. Но это вся та же давняя история с письмами, когда Клинтон, ну, в свою бытность госсекретарем, пользовалась личной электронкой, личной электронной почтой для переписки государственной важности. Эта новость буквально взорвала Америку. Ее обвинили в сокрытии информации, ну и, конечно же, в потенциальной утечке госсекретов. Ну, правда, тогда, когда скандал разразился, летом ФБР поспешило объявить, что состава преступления в действиях Клинтона они не усматривают. Но сейчас всплыли новые электронные письма, те самые личные, с личной почты, отправленные на неких сторонних устройствах. Ну, в связи с чем ФБР возобновляет расследование. Это стало ударом по демократам.